Часть пятая. Наконец-то мы дошли до такой точки в наших знаниях, что мы можем теперь запустить среду разработки HomeLisp и попробовать поработать, попробовать на практике, как мы усвоили основные понятия LISP и как все это работает в действительности. Запускаем нашу среду. Вот как она выглядит, будучи запущенной на весь экран. Я не буду вам рассказывать про органы управления. На каждом органе управления есть контекстная подсказка. Имеется довольно приличный хелп на русском языке, который скрывается вот за этой иконочкой. Я только обращу внимание, что я не люблю, когда окна закрывают крестом, поэтому это окно крестом закрыть нельзя. Крест запрещен. Для выхода из программы существует легальный путь либо через вот эту иконку, либо через меню файл выйти. А мы начинаем работать в системе HomeLisp. Лисп-машина, которую вы видите перед глазами, это диалоговая машина. Она рассчитана на диалог с человеком. Экран делится на две части. Нижняя часть, залитая таким холодным зелёным светом, это область ввода. Верхняя часть – это область ответов Лисп-системы. Но, как вы видите, что когда программа загрузилась, выдаётся сообщение, что успешно загружена библиотека. Библиотека – это набор стандартных функций, которые написаны на Лиспе, и они все нам доступны. Кстати, все атомы, которые существуют в системе, их количество можно увидеть вот внизу. Здесь показано, что в данный момент в системе 858 атомов. Показано, сколько занимается оперативной памяти, ну и некоторые служебные информации, подробности в документации нет необходимости. Сейчас у нас не так много времени, чтобы этому всему уделять внимание. Что важно знать? Область ввода и область вывода отделены друг от друга подвижной границей. Её можно подцепить мышью и аккуратно настроить так, как вам хочется. Если вам не нравится цветовая гамма, можно нажать правую клавишу мыши и выбрать шрифт, фон и текст. Ну, я не рекомендую вам это делать сейчас. Лучше заняться языком. Да, напоминаю, что скачать портабельную версию Лиспа и запустить у себя в Windows вы можете с сайта homelisp.ru. Если забыли адрес, вот здесь homelisp.ru, вот он как раз, вот этот адресок и светится. Так, ну давайте пробовать. Прежде всего мы договорились, что Лисп машина принимает S выражение и возвращает S выражение. Давайте попробуем дать Лисп машине какое-либо S выражение. Например, число 12. Вот хорошо видно, что мы ввели 12. Это ввод дублируется. А то, что идет после вот такой стрелки из двух знаков равенства и галки, это ответ Лисп машины. Как я вам и говорил, значением числа является само число. Давайте проверим, как дело обстоит с другими видами чисел. Например, 2,3. Только надо писать аккуратно. 2,3. Ну, как видите, 2,3 ввели. То, что ввели, то и получили. Что касается чисел рациональных. Давайте введем 1,2. Единица делить на 2. Это не деление. Вы помните, что деление – это префиксная операция. А это просто атом, у которого слэш торчит в середине. Но Лисп знает, что подобные атомы надо интерпретировать как дроби. Вот смотрите. Одна, вторая. Хорошо. Строки. Ну, например, строка. Вот с русскими буквами. Пожалуйста. Строка – это тоже самоопределенный атом. Мы с вами договорились, что есть еще самоопределенный атом Т. Вот я ввожу буковку Т, латинскую. И получаю в ответ ее же. Кстати, обратите внимание на регистр. Вообще-то, не сказал я этого вам, но не поздно сказать и сейчас. Лисп – это язык, нечувствительный к регистру. Поэтому в именах атомов можно использовать и заглавные строчные буквы. Они равнозначны. Естественно, они различаются в строках. В строках они разные. А в атомах они одинаковые. Но есть такая добрая традиция, что то, что вводит человек, принято писать в нижнем регистре, то есть строчными буквами, а то, что отвечает ядролиспа, – заглавными. Поэтому вот я ввел Т малое, а в ответ получил Т большое. С тем же успехом я мог бы ввести Т большое и его же получить в ответ. Это одно и то же. Точно так же, как и атом Нил. Вот Нил. Если я введу пару скобок, то я в ответ получу тот же Нил. Это лишний раз доказывает, что пара скобок и Нил – это равнозначные атомы. Ну, кстати, если вам интересно, какие атомы в данный момент существуют в системе, вы можете зайти вот сюда, вот на эту иконочку нажать, показать и скрыть список объектов. У нас тогда уйдет картинка, и вы увидите все атомы, их около тысячи. Их можно отсортировать по алфавиту. Вот тут и битовые шкалы, и разные служебные атомы. В общем, для желающих изменить ничего нельзя, а посмотреть можно. Вот мы вернулись опять в среду разработки. Теперь давайте проверим один пример, который я вам давал в одном из предыдущих шагов. Вот смотрите, если я ввожу 33,33, то у меня получается правильный ответ, потому что это корректное изображение числа с плавающей точкой. Вот я, кстати, могу проверить. Мы с вами проходили предикат флот П. И вот я набираю 33,33 и получаю, естественно, Т, потому что это число с плавающей точкой. Если же я точку уберу, то у меня получится Нил. А вот если я введу вот такую конструкцию, 33,33, О! У меня получилась ошибка. Символ 33 не имеет значения. То есть ЛИСП счел атом 33,33 обыкновенным атомом. Для ядра ЛИСПа цифры такие же символы, как и буквы, запятые и прочее. И поскольку этому атому значение никакого не присвоено, то возникает вот такая ошибка. И, кстати, обратите внимание, ЛИСП-система в любом случае должна вернуть какой-то результат. Вот атом ErrorState – это специальный атом. Если он возвращается как результат, это признак того, что в системе произошла ошибка. Теперь давайте попробуем ввести атом, ну, например, атом А. У нас сейчас будет точно такая же ошибка. Символ А, символ или атом – это почти равнозначные понятия, не имеет значения. То есть мы не присваивали А никаких значений. Ну, давайте в виде исключения воспользуемся плохой командой setQ, присвоим а тому значение, превратим его в переменную, и посмотрим, что изменится. Для того, чтобы присвоить значение, мы пишем вот так, setQ, А. Ну, и давайте присвоим какое-нибудь значение, ну, например, 3 семерки. 777. Обратите внимание, у нас состояние ошибки не возникло. Результат вызвала функции setQ равен 777. И выдано дополнительное сообщение. Создана глобальная переменная А. Теперь атом А стал переменной. Теперь он имеет значение. И поэтому, если я А попрошу вычислить, то в ответ мне будет 3 семерки. Кстати, глобальные переменные можно посмотреть вот здесь. Вот за этой иконкой скрывается список глобальных переменных. Ну, тут всегда переменная звездочка. Это результат последней выполненной операции. И вот у нас есть переменная А. Ну, как вы понимаете, крестик служит для того, чтобы эту переменную уничтожить. Ее можно уничтожить. Но мы не будем этого делать. Возвращаемся сюда. Итак, мы поняли, что атомам можно присваивать значение, хотя делать это в явном виде не надо. И в этом случае происходит при вычислении значения этого атома не возникает ошибка. А теперь давайте подумаем. А можно ли атому А присвоить такое значение, чтобы оно было в точности А? Можно? Смотрите, как это можно добиться. Мы пишем так. Сет Q, А. Мы выполняем переприсвоение. А здесь поставим квотированное А. Квоты А. Извините, я ошибся. Но пускай эта ошибка послужит нашим общим целям. Я написал сет Qt, а надо сет Q. Сет Q, А, квоты А. Вот. Теперь у меня атом А стал самоопределенным. Он получил значение, совпадающее с А. Теперь я ввожу А и получаю, естественно, А. А вот все это у вас должно хорошо улечься в ваших головах. Я надеюсь, что вы все пока понимаете. Теперь давайте займемся арифметикой. Складываем два числа. Плюс раз, два, три. Как мы это делали в презентации? Ну, у нас получается шесть. Если не верите, давайте вспомним Маккарти, великого Маккарти. Плюс раз, два, три. Я надеюсь, что у нас тоже получится шесть. Можно так, можно так. Точно так же действует умножение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот тут перемножатся все эти числа и получится результат 362880. Кстати, это не что иное, как 9 факториал. Произведение всех целых от одного до девятки. Обратите внимание, что операция-то всего одна, а выполнено очень много операций. Деление. Давайте посмотрим на деление. Обычное целочисленное деление – это бэкслэш. Ну, например, делим четыре на пять. И, естественно, мы получаем нуль, потому что это будет ноль и четыре в остатке. Если мы разделим, например, шесть на два, то у нас получится целое три. Эта операция применима только к целым числам. Если мы попытаемся с помощью этой операции делить числа других типов, то у нас возникнет ошибка. Ну, не будем ее делать. Это рассмотрим остаток. Остаток – это процентик. Ну, например, пять-два. Остаток от деления пять на два получается единица. Естественно, пять делить на два – это два и один в остатке. А вот обычное деление, хитрое, смотрите, делим один на два, и, как я вам и говорил, мы получаем одну вторую. Так, так. Делим шесть. Ой, тут пробел важен. Делим шесть на три и получаем два. Ну, строго говоря, мы должны были бы получить два, две первых, но такое число автоматически преобразуется в тип целого. Делим три на шесть и получаем три шестых, то есть одну вторую. Сокращение происходит, ядро выполняет автоматически, и поэтому у нас сразу получается правильный ответ. Это деление. Если мы хотим, чтобы у нас, когда мы делим шесть на три, получилось не одна вторая, а 0,5, то нам надо написать вот так. Либо 3.0, либо 6.0, либо оба употребить как числа с плавающей точкой. Вот получается 0,5. Вот арифметика. Это были элементарные операции. Я не сказал вам операцию возведения в степень. Она тоже есть. Это крышечка. Крышечка или экспт. Ну, наверное, проще крышечка. Вот, например, 5 в квадрате. Это должно быть 25. Вот. А 2 в пятой степени это 32. Пока всё, мне кажется, понятно и просто. Так. Теперь. Я хочу вам показать, что на самом деле целочисленная арифметика имеет неограниченную разрядность. Поэтому, если я возьму, например, вот набью тут вот так одно число, а потом вот такое число, я просто набиваю его двумя руками и нажимаю Enter, у меня получается результат. Ну, проверить его затруднительно, но я много раз тестировал, всё у меня вроде бы как правильно. Вот. Лис прекрасно работает с дробями. Ну, вот, например, давайте к 1 второй прибавим 1 третью. Что у нас получится? 1 пятое. Я шучу. Ну, надо привести к общему знаменателю. Получится 5 шестых. Получится 5 шестых. Ну, для тех, кто знает, что такое комплексные числа, можно было бы попытаться извлечь квадратный корень, из отрицательного числа и убедиться, что получится комплексное число. Но оно так довольно специфически записывается. Нам сейчас это не надо. При необходимости вы можете это попробовать сделать сами. Вот. С арифметикой всё понятно. С атомами всё понятно. Давайте несколько слов скажем о том, как записываются сложные выражения. Ну, вот, например, мне нужно записать вот выражение, которое мы проверяли. Звёздочка умножить на плюс 2, 3 и минус 5, там у нас как было 4, 5. Когда возникает много скобок, то начинающих очень бывает, им трудно бывает следить за балансом скобок. Во всех ЛИСП-системах есть средства подсветки скобок. У меня это сделано достаточно скромно. Мы щёлкаем мышью правее нужной нам скобки и нам показывается уровень вложенности. Понятно? Вот. На мой взгляд, это минимальное средство, но его вполне достаточно, чтобы не путаться. Постепенно придёт ну, придёт чувство, понимание, интуиция. Вот. Как будет вычисляться это выражение? Вот. Минус 5, как мы и договорились. Вот. Это элементарные действия в ЛИСПе. То есть ЛИСП можно использовать как прекрасный калькулятор с очень высокой разрядностью, к тому же работающий с простыми дробями. А теперь займёмся нашими функциями. Мы с вами начали наше изучение с самодельной функции, которую мы назвали звёздочка 2, то есть перемножить два значения. Давайте её заведём. Вот я ввожу дифун, звёздочка 2, x, y и дальше тело функции, которое есть результат умножения x на y. Вот такой ответ системы говорит о том, что функция принята. Функция принята и ей можно теперь пользоваться. Давайте воспользуемся. звёздочка 2, 6, 7. У нас должно получиться 42, потому что 6 и 7, 42. Причём обратите внимание, что эта функция, она же не привязана к типу. ЛИСП – это язык с динамической типизацией, поэтому функция будет прекрасно работать с любыми типами данных. Вот, кстати, для того, чтобы вернуть последнюю введённую команду, в ХОМ ЛИСПе есть сочетание клавиш Ctrl-Backspace. Вот я сейчас нажал Ctrl-Backspace и ввёл последнюю команду. Ну, давайте сделаем вот так. 66 на 77.0. У нас должно получиться какое-то большое число, причём дробное, с плавающей точкой. Вот у нас получилось 5082.0. То есть функция прекрасно работает. Теперь давайте решим ещё раз задачу вычисления списка, заданной, произвольного списка, длины произвольного списка. Вспоминайте, как мы это делали. Ну, у нас есть функция Lens. Давайте проверим, убедимся, что она в нашем распоряжении. Вот я ввожу список раз, два, три, четыре. И у меня ответ должен быть равен 4, потому что в списке 4 элемента. Кстати, а если ввести это дело без квотирования, посмотрите, как это будет выглядеть. Ну, чтобы вы просто поняли, что всё, что я вам говорил, было к месту. Вот я ввёл эту же функцию, но список не квотировал. Значит, не найдена функция 1. При попытке вычислить тест выражения раз, два, три, четыре возникла ошибка. Ну, кстати, все сообщения в холм-листе выдаются, естественно, на русском языке, потому что он рассчитан на русскую аудиторию. Ну, так сказать, русскоязычную. Мне представляется это удобным. Зачем лишний раз напрягаться? Хотя, конечно, английский язык знать полезно, но, тем не менее, всё-таки русский комментарий, русская диагностика мне представляется более приятной. И опять, как видите, ошибка error state. Ну, теперь давайте напишем свою функцию. Назовём её len. Значит, пишем defun, len, список, ну, обозначим его x, и дальше пишем cont-выражение. Cont. Кстати, если вы забыли какую-либо функцию, вот, вы помните, что функция cont, а как она устроена? Обычно у начинающих это вызывает трудности. Это надо помнить, держать в памяти. В память это попадёт не сразу, только после выполнения определённых упражнений. Для этого есть облегчающая штука, подсказка. Вот за этой кнопочкой скрывается вставка шаблонов. Мне нужна функция cont, я забыл, какие у неё параметры и как ей пользоваться. Я нажимаю сюда, выбираю тут класс функций, но у нас встроены, вот тут по умолчанию выбраны встроенные функции классического лиспа, но на самом деле функций много, и графика, и диалоги, и бла-бла-бла. Нас интересуют классический лисп и находим функцию cont. Если нам её хочется долго искать, то мы можем набрать вот так. Cont и нажать вот сюда. Вот мы становимся на конструкцию cont. Тут написано, что это такое. Нажимаем сюда и нажимаем ок. И вот нам вставился шаблон этой функции. Узнаёте? Теперь осталось только убрать лишнее и настроить его под наши условия. Наши условия такое. Если список пуст, now x, если список пуст, то первый результат равен нулю. В противном случае всё вот это нам теперь не нужно. Удаляем. В противном случае конечный результат будет такой. Мы же считаем длину, поэтому нам надо здесь поставить единицу плюс вызов нашей функции len на хвосте списка kdr x. Теперь закрываем скобки. Это скобка len, это скобка плюс, это скобка t, это скобка cont, это скобка diffu. А вот эту скобку я выкину. Правильное форматирование кода на Lisp такое, что закрывающие скобки ставятся в последней строке. Вот тем, кто привык к языку C, хочется иногда открывающие и закрывающие скобки ставить в разных строках и выравнивать, показывать. В Lisp так не принято. Вот правильное лисповское форматирование текста. Ну, если у нас скобки сбалансированы, проверить это можно вот так, то нажавши вот в этом месте enter мы примем нашу функцию в ядро. Опс, благополучно. Функция принялась. И давайте теперь проверим, как она будет работать. LEN, а тут указываем список. Раз, два, три, ASD, BN, 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 M. Скобки сбалансированы, нажали, получили 9. Правильно, в списке 9 элементов. теперь можно поинтересоваться, что происходит на самом деле, как эта функция работает. Давайте попробуем это сделать. Для того, чтобы заглянуть внутрь работающего кода, в HomeList есть два средства. Можно заказать полный дамп, но это очень тяжело. Там будет очень большой объем выдачи, и вы в нем с первоначалу утонете. Гораздо проще использовать трассировку. Чтобы включить трассировку какой-либо функции, нужно опять-таки все в Лиспе делается через вызов функции. Поэтому есть функция Trace, которую нужно указать на вход, дать имя функции, для которой включается трассировка. Лен. Причем это имя квотировать не нужно. Нажимаем, получаем ответ Лен. Это значит, что трассировка успешно включена. Внешне это никак не проявляется, но если мы теперь запустим вызов нашей функции для этого списка, то мы увидим довольно интересную картинку. Посмотрите, что у нас тут получилось. Тут показывается последовательность входов и выходов в функцию, поскольку функция у нас рекурсивная, она накапливает рекурсивные вызовы. И обратите внимание, как она отбрасывает сначала голову исходного списка, потом голову хвоста, потом голову хвоста-хвоста. Короче говоря, точит этот список как карандаш до тех пор, пока список не станет пустым. Вот это вот тут в середине. Когда список стал пустым, длина его вычисляется как ноль, потом происходит возврат к предыдущему вызову, и к нулю прибавляется единица, потом двойка, тройка, и так до самого последнего вызова. Результат получается равным 9х. Если нам больше трассировка не нужна, то трассировку можно выключить. Для этого служит функция untrace. Untrace и указываем функцию, трассировка которой выключается. благополучно трассировка выключена. Я вам говорил, что этот же пример можно решить с помощью так называемого накопительного параметра. Давайте напишем этот код. Вспоминайте, мы назвали эту функцию lenn, у нее теперь два параметра. Ну, пускай будет x, хотя у меня в презентации было LST, и аккумулятор ACK. Здесь ставится условие CONT, но я уже вам шаблон показывать не буду. Если список пуст, null x, если список пуст, то просто возвращаем значение аккумулятора. Иначе возвращаем рекурсивный вызов нашей же функции на хвосте списка kdrx, а к аккумулятору прибавляем один, потому что мы отбросили один элемент, его надо учесть. Раз. Закрытие скобки len, t, CONT, DEFUN. Опс. Вот. Проверим, будет ли работать эта функция. Вот. Я добавляю сюда буковку n и пробую запустить. Ну, наверное, у меня сейчас будет ошибка. Как вы думаете, почему? Мы такую ошибку еще не разбирали. Давайте ее сделаем, проанализируем и поймем, в чем причина. Вот. Ну, ошибка понятная. Слишком мало фактических параметров. У функции, вот вы видите, два параметра x и ACK, а мы дали только один. Аккумулятор мы не задали. Это ошибка. Ну, дальнейшая выдача показывает, в какой функции ошибка, какие у нее формальные параметры x и ACK. Это из предложения DEFUN. И какие фактические параметры, а фактические параметры только один. Поэтому и ошибка. Давайте ее исправим. Зададим аккумулятор, равный нулю. И нажимаем Enter. У нас получился правильный ответ, девяточка. А теперь давайте заглянем внутрь кода и протрассируем. осмотрим, как будет работать эта функция в действительности. Включаем трассировку. Trace len n и повторяем вычисление. Ну, посмотрите, здесь происходит ситуация-то похожая, но не совсем. Тут накопление длины в аккумуляторе идет параллельно с истачиванием списка. Видите? Не так, как это было в простой рекурсии, на обратном ходе рекурсии, а именно при накоплении в процессе прямого хода рекурсии длина списка копится в аккумуляторе. Вот. Ну, а код такой же работоспособный, как и был. Теперь давайте решим задачу суммирования списка. Это очень важно. Пишем первую функцию суммирования. Дефунт сум лист. Ну, список, ну, пускай он х называется. И как мы это делаем? Точно так же, как почти дословное переписывание функции len, но только в случае, когда список пуст, его сумма элементов равна нулю, а когда список не пуст, то есть иначе, мы берем голову списка car x и прибавляем к рекурсивному вызову нашей функции сумм лист на хвосте списка. kdr x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, и давайте просуммируем какой-нибудь список и посмотрим, что будет получаться. Сум лист 1, 2, 3, 4, 5. Вполне достаточно. 15. Это правильный ответ. я уже трассировать не буду. Трассировать не буду. Попробуем решить эту же задачу с накопительным параметром. дефон сумм лист. Ну, назовем n тоже список и аккумулятор. Решаем ее точно в таком же стиле. cont, если список наш пуст, ой, now, x, то возвращаем значение аккумулятора. В противном случае, в противном случае, сразу же делаем наш рекурсивный вызов лист n на хвосте kdr x kdr x а к аккумулятору прибавляем голову. К аккумулятору прибавляем kar x 1 2 3 4 5 6 Ну, и проверим, что эта функция будет работать так же хорошо. Ну, вот, теперь у нее два параметра, поэтому надо задать первоначальное значение аккумулятора равным нулю. Вот вам правильный результат. Кстати, я так много внимания уделил арифметике, но совсем не уделил внимания спискам. Давайте посмотрим, как работает kar и kdr. вот, kar 1 2 3 возвращается 1 kdr соответственно будет ну, обратите внимание, я тут лишних пробелов наставил, лисп их автоматически уберет. kdr получается 2 3 cons 1 1 а тут 2 3 1 2 3 как я вам обещал. А вот если мы сделаем вот так, вот так, 1 2 ну, а тут например 3 4 3 3 4 то у нас получится список на с лишней парой скобок. С лишней парой скобок. Ну, кстати, вот посмотрите, как выглядит обращение, если я вот возьму список из одного элемента, у меня в ответе nil, потому что это пустой список. Понятно. Понятно. так, а теперь давайте решим новую задачу, она в этом шаге будет у нас последняя. В этом шаге она будет у нас последняя. Задача такая, вот я хочу, чтобы у меня два списка объединились, вот как я хотел бы, чтобы из 1, 2 и 3, 4 у меня получилось бы 1, 2, 3, 4, но без лишних скобок. Вы видите, что конс нам здесь не поможет. Как же быть? Ну, это более сложная задача. Давайте напишем решение этой задачи, оно будет достаточно хитрым для первого раза. Вы должны его хорошо понять. Назовем нашу функцию app, от английского append, что значит объединение. Пишем app, пусть будет два списка x и y. мы должны получить их объединенный результат. Как же мы будем это делать? С помощью рекурсии. Больше у нас ничего нет. Никаких setq, никаких циклов. Я забегаю вперед, могу сказать, циклы в лиспе, конечно, есть, и они прекрасны, но это будет не сегодня. Если список x пуст, то очевидно результаты объединения мы приделываем пустой список в начало любого списка и получаем этот самый любой список. Поэтому мы вправе написать вот так. Если список пуст, то результат равен просто y. Это не вызывает возражений. А вот если список не пуст, то мы можем поступить так. Возьмем голову этого списка car, видите, как я специально так пишу, car x, и приделаем эту голову с помощью cons, а car x это у нас ну атом, с помощью cons приделаем эту голову к результату вызова нашей же функции на хвосте списка x. А y не трогается. y это такой, ну как бы сказать, молчаливый параметр. он участвует, но он нигде не меняется. Теперь нужно только правильно закрыть скобки. Так, это ap, это cons, это t, это cont, это defun. И посмотрите, как будет работать этот код. Делаем ap, список a, b, c, и список раз, два, три. Я специально смешиваю атомы и числа, в данном случае это не опасно. Смотрите, у нас получилось abc раз, два, три. Единственное, что abc перевелось в верхний регистр, ну как я вам говорил, ответ lisp-системы по давней лисповской традиции должен даваться в верхнем регистре. Ну я так и сделал. В ранних версиях у меня он выдавался в нижнем регистре. Вот, если вы не понимаете, как это работает, давайте включим трассировку для функции ap и посмотрим, что происходит на самом деле. Trace app и запускаем наш код. Ну и смотрите, что происходит. Первый список истачивается, а потом к нему сначала присоединяется последний элемент, потом предпоследний, а потом голова. вот и все. И результат получается правильный. Результат получается правильный. Ну вот, мне кажется, на первый раз вам вполне достаточно материала. Единственное, что я хотел сказать, если у вас проблемы с функциями, то можете заглядывать вот сюда. Если вы просто хотите почитать help, то вот вам, пожалуйста, помощь. Давайте я ее открою, чтобы вы видели, как это выглядит. это выглядит вот так. Тут все эти разделы гиперссылки. Все вы это можете прочитать. И в конце есть алфавитный указатель функций, который позволяет прямо сразу по имени функции выйти на нужное. Все на русском языке. Выйти на нужную функцию. Вот, например, cont. Давайте найдем. Вот она. Тут будут примеры, которые можно копипастить, вставлять и проверять. Вот функция cont. Вот примеры ее исполнения. Ну и да, раз уж мы зашли сюда, в это место, то я хотел сказать, что эта работа, которую я вам сейчас показываю, посвящена, я всегда вспоминаю об этом, посвящена памяти моего друга Алексея Жаркова, которого, к сожалению, уже нет на свете. Именно он меня в свое время пристрастил к этому языку. Так, тогда мы выходим из этой среды разработки, и вот вам остается задача для самостоятельного решения. Вот я ее вам проговорю. Мы с вами рассчитали сумму элементов любого списка, аж двумя способами. А вы теперь попробуйте рассчитать сумму элементов не одноуровневого, а многоуровневого списка, в котором в произвольном месте торчат скобки. Если бы попытались бы сосчитать эту сумму нашей функции сумм-лист, то у нас возникла бы ошибка. Вот вы подумайте о том, как эту ошибку исправить. Ну, а на следующем занятии мы начнем с того, что рассмотрим решение. Если кто-то хочет мне написать, в первой самой первой части первой лекции есть мой электронный адрес. Ну, и он же есть в среде разработки. Если вы ее скачаете, то там он есть. На этом мы первую лекцию, все ее пять частей отработали. До следующего раза.